Это утро для дежурной смены поисково-спасательного отряда началось с тревожных вестей. По сообщению оператора, на одном из диких пляжей произошло ЧП. Спасательная станция, старший сновидо. Алло, да. Пострадавший где находится? Мы с Фиолент. Пляж Верблюд. По команде «Тревога» к месту происшествия выдвигаются сразу две команды спасателей. Одна на спецавтомобиле, другая на катере. Сейчас мы движемся скоростью больше 40 км в час. Все для того, чтобы успеть прийти на помощь к условному пострадавшему. Его поиском занялась уже вторая спасательная команда, которая сейчас работает на Фиоленте. И уже через несколько минут мы присоединимся для того, чтобы оказать необходимую помощь уже с воды. А пока наш катер стремительно приближается к берегу, горно-спасательный отряд преодолевает крутой обрывистый спуск. Для этого спасатели используют альпинистское снаряжение, страховочные веревки, зацепы и карабины. На то, чтобы спуститься вниз, найти и осмотреть раненого, уходит всего лишь несколько минут. В роли пострадавшего – тренировочный манекен. Следующая задача спасателей – уложить пострадавшего на носилки и погрузить на катер. Транспортировка морем в данной ситуации позволит сэкономить время и не нанесет дополнительного вреда здоровью. Первую медицинскую помощь условно пострадавшему уже оказали. Остановили кровотечение и наложили воротник шанса. Вся спасительная операция заняла не больше 10 минут. Пульс у пострадавшего есть, поэтому он будет жить. Подобные тренировки, по словам спасателей, проводятся регулярно. Их главная цель – отработать слаженность действий всех служб. Пытаемся производить занятия в тех местах, где самое большее происходит происшествие. То есть у нас в Фиолентовске побережье, все, особенно в летний период, постоянно падения, сложные падения, разные травмы. И вот мы там отрабатываем в разных местах, чтобы и катер мог приспособиться к причаливанию, к скале. И мы могли быстро найти это место. Человек спасен. Его жизни ничего не угрожает. С поставленной задачей все службы справились на отлично. Владислав Ивенин, Деливер Меджитов, Новости Севастополя.